Здравствуйте, уважаемые любители бокса! С вами Давид Кучешвили. Я приглашаю вас в MGM Grand, Лас-Вегас, штат Невада, США, где сегодня проходит поединок за титул чемпиона мира по версии WBO. Это четвертая защита Терренса Кроуфорда. И, собственно, Терренс Кроуфорд сражается с Келлом Бруком, британским боксером. Достаточно хорошим, мощным боксером, который, правда, прошел уже свой пик. Но, тем не менее, сегодня он бьется именно с Кроуфордом за его пояс. И, наверное, самая такая большая интрига в этом противостоянии заключается в том, справится ли Терренс Кроуфорд лучше с Келлом Бруком, чем это сделал Эрл Спенс. Главный оппонент Терренса Кроуфорда сейчас в этом весе, в категории до 66 килограммов, но если несколько лет назад Эрл Спенс считался явным фаворитом за счет своих габаритов, за счет мощи, то после аварии, после того, что с ним произошло в прошлом году, конечно, его рейтинг немножко упал. И пока не совсем понятно, в каком состоянии будет Эрл Спенс в поединке следующем, который он в скором времени проведет. Келл Брук – это боксер достаточно интересный с точки зрения проведения всей своей карьеры. В любителях он работал с тренером, который в свое время тренировал также Насима Хамеда. И именно Насим Хамед был кумиром для Келла Брука в юношеском возрасте, но в любителях не так много поединков он провел. 36 всего было боев у него и 31 победа, после чего перешел в профессионалы. В профессионалах пошумел, скажем так, достаточно неплохо и действительно был грозой полусреднего дивизиона. Никто, правда, не хотел с ним встречаться из-за его мощи. И много было разговоров о том, что с Амиром Ханом он должен провести бой. Но этот бой так и не состоялся, потому что все прекрасно понимали, что челюсть Амира Хана не выдержит ударов Келла Брука. И Келл Брук решил подняться в средний вес. В 2016 году это произошло. То есть сразу через две категории, где сразился с Геннадием Головкиным, которому и проиграл техническим нокаутом. Это было в Лондоне. Ну и затем обратно спустился в 66 и проиграл Эролу Спенсу. Нокаутом уже в весе полусреднем и потерял свой титул. Айбеев, которым он владел. Ну и с тех пор, собственно, таких серьезных соперников у Келла Брука не было. А вот Терренс Кроуфорд, наоборот, только набирал обороты. У него был очень хороший любительский опыт. И он был одним из кандидатов на попадание на Олимпийские игры. Но проиграл отбор в 2008 году. И в конечном итоге перешел в профессионалы. Вот сейчас мы видим, как Келл Брук попытался побиться в открытом обмене. Но Терренс Кроуфорд это прекрасный именно боксер с точки зрения техники. Посмотрите, повтор. Келл Брук достает джебом. У Келла Брука очень мощный удар. И самая главная задача для Кроуфорда не попасть под этот удар. Но справедливости ради скажем, что Кроуфорд уже бился с достаточно мощными боксерами. Вообще он бился с боксерами разного плана. Будь то и Амир Хан, очень быстрый боксер, скоростной, которого заставил сдаться. И это было действительно восхитительно. Также боксировал он с Джеффом Хорном. Завоевал тогда титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Ну и мы помним о поединке с Юреркисом Гамбо. Очень хороший был бой в 2014 году. И действительно Гамбо создал тогда проблемы Кроуфорду. Но Кроуфорд сумел преодолеть их. И в конечном итоге выиграл. Кроуфорд очень чувствительный боксер. Он понимает всегда, что происходит на ринге. Понимает, как нужно реагировать на того или иного боксера. И вот смотрите, как сейчас Кроуфорд отступает. Держит дистанцию атаки. А у него дистанция атаки равна 178 сантиметрам. У Келла Брука, несмотря на то, что он чуть больше по габаритам 175. И Кроуфорда очень и очень сложно достать. Он умеет и боксировать, и при этом обладает хорошим ударом. При том, что в любителях он всегда выступал на две категории ниже. И многие говорили о том, что все-таки 66 это не его вес. Что ему нужно ниже опускаться. Но мы видим, что и в 66 проблемы ему особо никто пока создать не может. В любителях он несколько раз, кстати, встречался с Дэнни Гарсией. Тоже хорошим боксером. Один раз ему проиграл, один раз выиграл. Вот хорошая комбинация сейчас. Брук одиночным попытался достать. А Кроуфорд включает многокомбинационную работу. И вот сейчас попадает Брук. Так вот, и что касается в принципе Кроуфорда, единственный боксер, наверное, который мог создать ему проблемы на ринге, это Эрл Спенс. И Эрл Спенс на данный момент восстанавливается и готовится к своему поединку. И, наверное, тот бой покажет в той же форме Эрл Спенс, в которой он был, или же все-таки он начал сдавать после аварии. Потому что авария была очень-очень серьезная. Хоть и сильно не пострадал. Ну, тогда Спенс. Второй раунд у нас завершен. И, как по мне, Брук его выиграл. Но Кроуфорд частенько отдает начальные раунды своим оппонентам. Когда настраивается на бой. Когда присматривается к сопернику, присматривается к его тактике. И вот смотрим по количеству точных ударов. У Брука 20 и у Кроуфорда 13. Брук забирает второй раунд. Но со временем, со временем Кроуфорд включается. Включает свою скорость, точность, маневренность. И уже достать его будет гораздо сложнее. А так, начальные раунды он отдавал и Амиру Хану, и, как я уже говорил, Юреркису Гамбоа. Но при этом ни тот, ни другой не сумели дойти до конца с Кроуфордом. Выбрасывает джеб Кроуфорд, контролирует дистанцию. Очень, очень здорово уходит от джеба и сам попытался атаковать корпус. Нисколько не стесняется Кроуфорд мощи Келла Брука, габаритов Келла Брука. А Брук действительно очень крупный боксер. Но Кроуфорд берет за счет своей скорости и длины рук. Очень техничный парень. 33 года ему сейчас, 34. Бруку, конечно, это такой возраст, когда ты явно уже должен быть на пике. И, скорее всего, лучше уже ничего не покажешь. Кроуфорд пропускает сейчас Кроуфорд удар справа, но ответил своим джебом. Работает в правосторонней стойке. Кроуфорд в стойке левши. Ну и, как мы знаем, левша против правши. Классическая такая комбинация. Это удар, если говорить о правше, то удар справа, через руку, заход за переднюю ногу, боковой удар. И Кроуфорд, в принципе, тоже должен делать самое, только левой рукой. Кросс пробивать и правой боковой. Схватка продолжается. 40 секунд до конца третьего раунда. И мы видим, что определенные проблемы Брук создает для Кроуфорда. Создает за счет своей мощи и остроты. Но Брук это боксер, который, как правило, брал тонажностью. И мощью своих ударов. Он не так, чтобы очень любит многокомбинационную работу. А вот Кроуфорд, наоборот, берет всегда в своих боях за счет скорости и комбинаций. Обмен. Еще одна хорошая комбинационная работа от Кроуфорда. Но Брук отвечает. Третий раунд тоже очень и очень близкий. Смотрим дальше. Четвертый раунд. Кроуфорд против Брука. Боксера в центре. И вот посмотрите, как двигается Кроуфорд. Не отдает он переднюю ногу. Заходит за переднюю ногу соперника. И это очень и очень важный момент. Кто будет держать ногу за ногой оппонента. Кто будет контролировать это положение. У того и будет преимущество в работе передней рукой. Можно за переднюю руку доставать. И вот что делает сейчас Терренс Кроуфорд как раз. Передней рукой джебом достает. И вот он Брука и отправляет в нокдаун. Классический, классический удар. Левши против правши. Контроль. Контроль соперника. Передней рукой. И заходит он за переднюю руку оппонента. И вот смотрите, идет на добивание. Идет на добивание сейчас. Терренс Кроуфорд попадает вот в тот самый момент джебом. Когда оказался в нокдауне. Кел Брук. И дальше последовало добивание. Это первый нокдаун. Смотрим еще раз. Джеб. А вот уже второй момент. Боковой удар. И несколько ударов левый. И рефери останавливает бой. Рефери останавливает бой. Поединок завершен. Не дает продолжить. Келу Бруку этот бой рефери. Рефери не стал открывать счет. А мне казалось, что можно было это сделать. Но он предпочел просто остановить схватку.